Здравствуйте. Добрый вечер. Как у вас дела? Как вы себя чувствуете? Я вас обниму и дам, чтобы нам лучше познакомиться. Давайте. Маленькие поцелуйчики в щечки, да? И в другую щечку. Вот так. Ещё раз. И ещё раз. Очень приятно. Я хочу с вами сегодня поделиться. Хочу вам просто показать пару маленьких свинечков, именно маленьких свинечков, которые мне подарили. И вот так. Это личные очень вещи. Но я хочу с вами им поделиться. Так. Сперва, ну, наверное, начнём более с большого объекта, да? Вот у нас есть вот такой вот свиньер. Он с коронкой вот здесь вот наверху. И вот здесь вот такая короночка. и там вот камушки. И такой, как в форме яичка. Знаете, вот этот фаберже, да? Вот. Чем-то похож, конечно. И вот здесь вот у нас такие вот камушки. Красивые камушки. Красивые камушки. Так. Смотрите. И вот так можно открывать осторожненько. Здесь ничего, конечно, нету, но сюда можно что угодно положить. То, что сюда поместится. Может быть, например, какое-либо украшение. Колечко, серёжки или цепочку. Можно сюда вот поместить. Да, и потом вот это вот где. Камушки вот здесь вот, видите? Здесь тоже как форма какая-то королевская такая. Вот здесь вот сделана. А здесь вот здесь вот. Это, конечно, корона. Королевская корона у нас здесь. Так. Все хорошо. Ну что ж, теперь мы перейдём вот к этому маленькому слонику. Слоник вообще считается, да? Дарить слоника это как на счастье кому-то. Но вообще их нужно всегда обязательно дарить не в одиночестве. Это вот такая примета, что если вы хотите подарить кому-нибудь слоника, то нужно ещё и второго. Обязательно два. Да. Ну вот я вам покажу сейчас. У меня ещё есть и второй. Но сначала покажу вам вот это. У него здесь вот такие вот камушки. Ну. Такие вот камушки здесь. Вот так выглядит он. Ну, очень красивый это. Конечно, я думаю, это индийский слон. Потому что он очень красивый. Сделан так украшенный. У него вот такая вот здесь, как... Видите, такой красивый, красивый одеял. Много сюда так положили на него. Вот здесь ему одели на ножки такие, как обручи такие, что ли. Не знаю. Вот такой вот слоник. Индийский. Да. Теперь я вам покажу второй. Вот это вот второй слоник, про которого я вам говорила. У меня едва. Ага. Вот я, если честно, никогда не знала от этого, что если дарить кому-то слоник, то нужно их по двое. А там уже, наверное, можно три-четыре. Но вроде как бы нельзя, чтобы он был один. Нужно, чтобы их было двое обязательно. Вот. А они не должны быть одинаковые. Это неважно. А вот этот вот слоник. Он такой, как стеклянный, из такого камушка сделан. Он же очень красивый такой. Два вот таких слоника на счастье. Если вы вдруг, кстати, хотите кому-нибудь тоже подарить, то этот человек, особенно если это девушка, она очень, я думаю, порадуется. Если она любит вот такие вот свинерчики маленькие. Я, например, очень обожаю такие свинерчики. Два ангела. Мальчика, наверное. Ну, может, это братики. Потому что этот ангелочек, он целует вот этого. Смотрите. И я думаю, что это братики. И я думаю, что это братики. Но ангелочков очень часто продают вот в таком вот белом цвете. Вот такие вот ангелочки. Но это как ангелы-хранители, да? Так, мы всегда связываем ангелочек с символом как ангела-хранителя для нас. Теперь вы ещё увидите, и это не будет не последний Будда. Будда, это вообще, ну, это не моя вера, конечно. Буддизм это для меня очень-очень важно в моей жизни. Я стараюсь, стараюсь, значит, не всегда получается. Жить по правилам буддиста. Ну, напоминается для меня о мудрости всяких. Что нужно жить правильно. Поступать правильно с людьми. Прощать. И любить, и сочувствовать людям, другим. И тогда будет у нас тоже всё хорошо. Такого серенького цвета. Будда обычно сидит в лотосовой позиции. У него вот такая вот шевелюра. Такие вот волосики всегда у него, как кудри, что-то так подобное. И вот здесь он сидит спокойно, в спокойствии своём. И медитирует. Потому что медитация, да, очень много может поменять в нашей жизни. Вот это вот уже идёт второй Будда. В общем, они бывают просто очень разные формы. Вообще это для меня лично буддизм это не вера. Это правило жизни. А это просто символ буддизма. Это человечек. Да. Хотя, конечно, я очень уважаю эту религию людей, которые живут именно этой верой. Вот это маленький Будда. Цвет у него такой, ну, серовато-бешевый какой-то, что ли. Да. Он так же сидит в лотосовой позе. Вот это вот лечебный камушек. Или ценный камень. Если я сейчас правильно перевела на русский язык. Сама перевела я точно не знаю. Я купила и на рождественской ярмарке. в Германии. Это как помогает. Прошлое сильно не мешало. С сегодняшним днём, чтобы жить и не вспоминать, ничего плохого, негативного. Он лечит от травм, блокад, которые нам мешают в жизни. Вот такой вот камушек. Мне очень тоже нравятся такие вот камни. Но пока у меня вот всего лишь один такой. Хотелось бы узнать побольше об этих камнях. Лечебный камушек. Интересно было бы больше знать о их ценностях. Как считается, то камушек можно прикладывать куда-нибудь. Так. Или просто даже держать в руке. Если какая-то ситуация найдёт, где чувствуешь травму сильно, ты можешь просто взять в ладошки, подержать. И всё, почувствуешь облегчение. Последнее. Это вот таких. Две маленьких бутылочки. И в них находятся ангелочки. В каждой бутылочке находится ангелочек. Очень-очень мило вообще. И что они такие малюсенькие. Да. Да. many other girls ody ы ные ы ок blatant y � за пальчиком так вот и это тоже так же здесь а вообще сделано как пробочка здесь такая маленькая пробочка так звук немножко как сережек такой а вообще стекло стекло делает очень-очень такой очень приятный звук да такой приятный очень звук делает интересный такой да такой что вы хорошие спасибо что посмотрел мои сувенирчики что был со мной рядом желаю тебе доброй ночи приятных слов спокойной ночи до скорого до скорого пока-пока